Наша Вера Дмитриевна, на мой взгляд, соединяет в себе иногда несоединимые качества. Вера Дмитриевна, можно сказать, авантюристка. Безусловно, это человек, который является лицом нашего университета. Росла я в медицинской семье. С детства применительно к работе моих родителей обсуждаются различные институтские ситуации. Папа рассказывал какие-то случаи из практики. Поэтому я другой для себя среды. Я вот в этой среде выросла, и для меня не было проблемы выбора вуза после окончания школы. Это очень сильный человек, очень энергичный. Она умеет заинтересовать, умеет донести очень сложные вещи простым языком. То есть это человек, за которым хочется следовать, за которым хочется идти и у которого хочется учиться. Каждое последующее поколение в любой области должно немножечко подниматься выше. То есть развитие должно идти по спирали. Вот я являюсь руководителем. Руководители, долгцы, кандидатские, у меня есть ученики. Мои ученики должны быть выше меня. У них достижения должны превосходить мои. Она руководитель достаточно, понимаете как, с одной стороны вроде бы и мягкий, а с другой стороны, я не скажу, что жесткий, но она умеет найти каждому человеку подход. И это очень важно. Она всегда находит нестандартное решение, нестандартный подход к любой ситуации. Когда нам кажется, что выхода нет, она подключает все возможные ресурсы для решения. И вот я выбрала естественным путем вот эту специальность – рентгенология. То, что сейчас называется лучевая диагностика. Вначале, после окончания института, я работала врачом-рентгенологом в третьей горбольнице. Эта третья горбольница у нас сейчас существует. Очень такое сильное лечебное учреждение. И я приобрела очень большой опыт во время этих четырех лет работы. И у меня до сих пор хранятся снимки рентгеновские, которые наша кафедра использует в педагогическом процессе. Мне очень интересно работать как с ученым, как с исследователем. Она очень пытливый экспериментатор, можно так сказать. Занимаемся и я, и кафедра, наши сотрудники кафедры. Мы занимаемся не только наукой. У нас и педагогический процесс образовательный очень широкий. Мы преподаем и студентам, и преподаем лучевую диагностику на последипломном этапе. У нас очень большое количество ординаторов, интернов готовится. А вот этому больному можно было сделать МРТ. С Вера Дмитриевной очень приятно работать, общаться, обсуждать, потому что это всегда конструктивное общение, это всегда очень позитивное. И всегда мы находим какие-то компромиссы в решении даже достаточно сложных вопросов. Вот когда мы приходим к своему ученику за консультацией, вот это значит, он не зря учился, а мы не зря учили. Быть представителем династии, любой династии, это не настолько радужный, не настолько безоблачный статус, как может показаться со стороны. Это очень тяжелое бремя ответственности не только для самоутверждения, и не столько для самоутверждения, а для того, чтобы не подвести свою семью, своих родителей. У нее была профессорская семья, я так понимаю, что у нее няня была, которая владела немецким языком, и она с детства привела ей знания немецкого языка. И Вера Дмитриевна в свое время в Германии стажировалась несколько раз по несколько месяцев, общалась с обувной, соответственно, с пациентами, с врачами. И она же перевела немецкую книжку по ультразвуковому исследованию суставов у новорожденных, которые потом по всей стране как бы издали и распространили. Я, когда начала работать врачом-регинологом, ну, как любой врач, я пишу заключение, расписываюсь. И когда я поставлю фамилию свою своего отца, мне стало страшно за то заключение, которое я пишу. То есть я думаю, господи, вот напишу я что-то неправильно, а фамилию поставлю. И как отнесутся тогда, как будут оценивать меня, моего отца. Я расписалась этой фамилией. И у меня вот этот комплекс меня преследовал очень долго. Но потом, когда я, ну, опыт появился, как бы я уже утвердилась как специалист. Вот сейчас у меня это ощущение прошло. Сейчас я, наоборот, с удовольствием расписываюсь этой фамилией. Я оправдала. Я оправдала надежды своих родителей. Все, мы тяжести его реагируем. А, есть рецидивы. В 2014 году была операция. В 2014 году. Ну, нету рецидивы. А ты как он полностью собирался? Я полностью удовольствована вот тем статусом, в котором я нахожусь. У меня хороший коллектив. Те задачи, которые я перед собой поставила, они реализованы. У нее есть особая черта, которая не у всех людей бывает в ученом мире. Это способность целостно воспринимать проблему научную. И она по своему складу пассионарий. Как говорят, так долго не живут, сколько я здесь работаю. Еще верно, митя, она отличает тем, что она колоссальной работоспособностью обладает. То есть у нас молодые люди такой работоспособности не обладают, и ее темпы не выдерживают. И вот иногда с ней встречаешься утром, она говорит, я в 2 часа ночи выпила чашечку кофе, и ей так хорошо, замечательно поработала, написала статью до утра. Личной жизни у нас нет. Если хорошо работать, личной жизни очень мало. Поэтому вот и надо так стараться, чтобы совместить плодотворную работу и семью. Ну как? Ну вот так вот. Еще она очень любит путешествовать. Она очень легка на подъем. Она может принимать такие вот молодецкие, молодые, юношеские решения, которые, ну, не каждый молодой человек. Вот у нее присутствует какая-то доля авантюризма, интереса. Поэтому она может в 3 дня там собраться и улететь в Италию в самые замечательные какие-то уголки и потом с восторгом рассказывать. Тоже был такой период сомнений, правильно был сделан выбор. Со стороны моего сына правильно был сделан выбор, что он выбрал медуниверситет, где он очень хорошо учился. И никаких не было проблем с обучением, что называется, грыз камень науки. И когда он получал отличные оценки, то был такой период сомнений. А за что он получает оценку отличную? За фамилию или за знание? В принципе, у нас за грудиной препарат очень хорошо. Да и грудина купят хорошо, потому что губочное вещество. Да, просто была контаминация небольшая, и мы должны были исключить, что эти точки находятся не в костях. И, конечно, приятно, когда идут по твоим стопам. Но самое главное не выбор специальности, а самое главное, чтобы ребенок, внук, сын, дочь, чтобы, ну, что называется, были человеками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова